Делегация Белорусского государственного университета посетила КФУ. Мы участники практически всех программ, которые реализуются на территории Российской Федерации. Новые санкции Запада. Рухнет ли банковская система? Для цели обеспечения внутренних расчетов в российской экономике SWIFT не имеет критического значения. В случае необходимости коммерческие банки российские просто переключатся на нашу собственную систему платежей. Бусыгинские чтения вновь прошли в стенах Казанского федерального университета. Посвящены памяти наших учителей, наших предшественников, этнографов. Ну и в частности имени Евгения Прокопьевича Бусыгина. Это наш учитель, наш коллега, который занимался русским населением Волга-Урали. Всем привет! В эфире универ-ниуса в студии Дина Назырова. В стенах Казанского федерального университета прошла встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова с представителями группы компаний «Донофлекс» в лице учредителя Айрата Баширова, генерального директора ООО «Донофлекс» «Нана» Айдара Сафина и директора по инновациям Максима Вережнякова. В ходе встречи стороны обсудили потенциальные направления сотрудничества. В частности, речь шла о совместных разработках в рамках стратегических проектов программы «Приоритет-2030». Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и руководящий состав ВУЗа встретились с делегацией Белорусского государственного университета. Подробности далее. Казанский федеральный университет посетила делегация Белорусского государственного университета. Ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал гостям о последних достижениях ВУЗа, действующих научных центрах и лабораториях, реализующихся на их базе государственных программах и структуре Казанского университета. Мы участники практически всех программ, которые реализуются на территории Российской Федерации. И вот здесь вот последняя программа – это «Приоритет-2030». Ну и в этой программе мы занимаем первое место в своей группе, да, и в первом классе максимальный грант. Сегодня прививочная кампания, которая тоже ведет иностранных студентов по действующему федеральному законодательству, они должны прививаться за счет себя. Всех студентов мы прививаем за счет университета в своей клинике. Ректор Белорусского государственного университета также провел презентацию ВУЗа. Мы не занимаемся в полной мере подготовкой педагогических кадров по вот такому широкому спектру научно-педагогических специальностей. У нас есть свой педагогический университет. В дальнейшем стороны намерены найти точки соприкосновения для плодотворного сотрудничества. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете на базе Центра развития компенсаций «Универсам» и Института международных отношений состоялось торжественное открытие регистрационного центра IELTS. Встреча проходила в режиме онлайн на платформе Zoom. Россию могут отключить от международной системы обмена транзакциями SWIFT в качестве предупредительной меры. Рухнет ли банковская система или у нас готов ответ Западу? Запад заготовил против России новые санкции. Иностранные СМИ уверены, в 2022 году Путин планирует захват Украины. Власти России называют эти сообщения провокацией. Но с начала конфликта, который длится более семи лет, взаимные обвинения только накапливаются. Начиная с 2014 года Запад обвиняет Россию в прямой агрессии против Украины. Хотя мы прекрасно с вами знаем, что вопрос, связанный с вхождением Крыма в состав России, абсолютно легитимный, прозрачный, проведенный через референдум. К этому сейчас присоединяются проблемы также и Восточной Украины, Луганск, Донецк. Байден, возможно, сам не хотел бы вступать в какую-то серьезную конфронтацию с Россией. Честно говоря, даже его поведение, которое он демонстрирует, свидетельствует о том, что этот президент явно не готов к каким-то решительным действиям, к каким-то активным политическим шагам. Но он идет вслед за американской элитой, за американским эстеблишментом, а там доминируют ястребы. И поэтому он находится в серьезной зависимости от этого курса и таким образом становится сам представителем вот этого ястребинного направления. Надавить на Россию пытаются с помощью угрозы отключения от SWIFT, международной системы обмена транзакциями. Для цели обеспечения внутренних расчетов в российской экономике SWIFT не имеет критического значения. В случае необходимости коммерческие банки российские просто переключатся на нашу собственную систему платежей. Отключение от SWIFT технически не слишком опасно, но при этом неудобно и невыгодно как России, так и всем остальным странам мира. На этом сюрпризы не заканчиваются. В пакет санкций входят ограничительные меры в отношении близкого окружения президента Путина, суверенного долга России и российских энергетических компаний. По словам Романа Пеньковцева, часть запланированных мер противоречат нормам международного права. Возникает закономерный вопрос. Получается, Западу можно нарушать международное право, а Россия, значит, должна следовать строго в русле международного права. Что это, как не политика двойных стандартов? Есть абсолютные сателлиты Соединенных Штатов, которые всегда при любом раскладе поддерживают те решения, которые принимает американская администрация. Я думаю, группа этих стран, она, конечно же, присоединится к санкциям против России и будет действовать соответствующим образом. Но, с другой стороны, мы знаем, что у России есть надежные партнеры в лице того же самого Китая, в лице регионов Центральной Азии и целого ряда других стран, которые, несмотря ни на какие угрозы со стороны США, несмотря ни на какие санкции вводимы против России, продолжат с Россией сотрудничать. Таким образом, потери, которые Россия понесет от сотрудничества с Западом, могут быть восполнены на Востоке. Ариадна Кугушева, Универньюс. На подготовительном факультете Казанского федерального университета состоялась международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Роль и влияние женщин на мировой политической арене». Мероприятие прошло в гибридном формате – очно и онлайн на платформе Zoom. Обратите внимание, в России была система образования так называемой института благородных девиц. Институты благородных девиц. Что это за институт? Это очень интересно. Институты там готовили женщин к жизни женщиной. Казанского федерального университета О том, как это было, смотрите в нашем следующем сюжете. В зале, где проходят самые торжественные события в жизни нашего университета. В императорском зале главного здания Казанского федерального университета прошла 14-я по счету конференция «Бусыгинские чтения», названная в честь известного этнографа-представителя научной школы Казанского университета. Посвящены памяти наших учителей, наших предшественников-этнографов, ну и в частности, имени Евгения Прокопьевича Бусыгина. Это наш учитель, наш коллега, который занимался русским населением Волга-Урали. Среди тем поднимавшихся докладчиками в рамках конференции были История науки, этнографическое образование, историография и источника ведения, этнографические экспедиции, этнографическое музей ведения, фольклор, праздники, обычаи и обряды, антропология академической жизни и другие аспекты материальной, духовной и социальной культуры. Сохранение и репрезентация культурного наследия в современной действительности является особенно актуальным. Объекты историко-культурного наследия, разумеется, являются прямым отражением развития самых разных народов на территории их проживания. А вопросы изучения памятников истории культуры, как известно, для Татарстана, России и мира в целом, сегодня остаются крайне актуальными. Евгений Прокопч-Бусыгин всегда говорил, что национальная культура любого народа должна развиваться. А развиваться она может только в том случае, если мы, продолжатели его дела, будем действительно помнить о традициях любого народа и изучать эти традиции. Данная конференция собрала более ста участников и была приурочена к целому ряду памятных дат, имеющих отношение к выдающимся российским этнографам. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Дина Назырова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!